Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире Бешенковичское районное радио и его ведущая Катерина Субач. Как всегда в это время мы встречаемся с вами в диапазоне ультракоротких волн. На частоте 70-67 МГц. В начале нашего эфира традиционно несколько слов о погоде в Бешенковичах и районе на ближайшее время. Сегодня, 30 марта, синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен дождь. Столбик термометра днём покажет от плюс 5 до плюс 7 градусов. Ветер юго-западного направления 9 метров в секунду, порывами до 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составляет 95%. Температура ночью от 4 до 6 со знаком плюс. Завтра, 31 марта, возможен небольшой дождь. Столбик термометра покажет от 6 до 8 градусов выше нуля. Ветер юго-западного направления 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%. В ночь на среду 1 апреля столбик термометра остановится на отметке от 3 до 5 градусов со знаком плюс. Возможен дождь. Это то, что касается погоды. А мы переходим к основным событиям страны и региона. В Комитете госконтроля. Хитроумный план руководителя частного унитарного предприятия Витебщины по извлечению собственной выгоды с причинением ущерба государству потерпел неудачу благодаря бдительности финансовой милиции. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Витебской области возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из фирм грузоперевозчиков по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьей 234 Лжепредпринимательства Уголовного кодекса Республики Беларусь. Уроженец Российской Федерации, 1970 года рождения, в октябре 2013 года в горпоселке Шумилино зарегистрировал частное унитарное предприятие по оказанию услуг грузоперевозок и возложил на себя функции директора и главного бухгалтера предприятия. Примечателен тот факт, что юридическое лицо изначально было создано без намерения осуществлять установленную деятельность. Подлинные намерения махинатора стали очевидными, когда указанный гражданин поместил под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления два грузовых бортовых автомобиля, краном-манипулятором, в качестве неденежного вклада в установленный фонд предприятия с освобождением от уплаты ввозной таможенной пошлины, в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь, в порядке, установленном декретом президента Республики Беларусь о стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности. От 7 мая 2012 года номер 6, а впоследствии реализовал технику неустановленным лицам на территории Российской Федерации. Согласно акту таможенной проверки, это деяние повлекло к причинению ущерба государства в виде неуплаченных таможенных платежей в сумме более 826 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере. Максимальное наказание по данному факту лжепредпринимательства – ограничение свободы на срок до 5 лет со штрафом или лишение свободы на срок до 7 лет конфискации имущества. Акция. Министерство здравоохранения Республики Беларусь с 23 марта по 3 апреля проводит широкомасштабную духовно-просветительскую акцию «Вместе в защиту жизни, нравственности и семейных ценностей». К проведению подключаются все организации здравоохранения регионов Витебщины. 1 апреля медики не будут совершать искусственное прерывание беременности, аборты. Состоятся тематические пресс-конференции, научно-практические семинары на тему роль здравоохранения в решении демографической проблемы, значение, принципы и методы предабортного консультирования, роль воспитания целомудрия и верности, почитания старших в укреплении Института семьи. Организуют лекции для школьников, студентов, военнослужащих на базе выставки «Человеческий потенциал Отечества. Традиционная нравственность и семейные ценности». Покажут фильм о самом важном, который будет сопровождаться беседой священника, врача и педагогов. ГАИ сообщает, в конце марта в Республике Беларусь проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Право управления – основа безопасного вождения». Основной его целью является профилактика дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, не имеющих права управления. Как сообщили корреспонденту районки в отделении агитации пропаганды госавтоинспекции Управления внутренних дел Витебского обл. исполкома, только за прошедший год по вине бесправников произошло 46 аварий, в которых 9 человек погибло, 56 получили ранения. С начала 2015 года в области выявлено около 1300 фактов управления транспортными средствами без права управления. Около 300 водителей повторно в течение года сели за руль без права управления. Госавтоинспекция Витебской области напоминает, на наиболее опасных участках автомобильных дорог функционирует система фотофиксации нарушений скоростного режима. Превышение скоростного режима лицом, управляющим транспортным средством, зафиксированное в автоматическом режиме специальными техническими средствами, наказывается штрафом. 90 000 рублей предусмотрено за превышение скорости от 10 до 20 км в час. 350 000 рублей за превышение скорости от 20 до 30 км в час. 720 000 рублей за превышение скорости от 30 до 40 км в час. Если же водитель превысил скорость на 40 и более километров, предусмотрен штраф в размере 1 080 000 рублей. Уважаемые водители, будьте благоразумны в выборе своей скорости. Демографическая безопасность Жизнь открывает перед молодежью удивительный мир с неограниченными возможностями. Можно получить хорошее образование, достичь мастерства в профессии, встретить настоящую любовь и завести семью, путешествовать, узнавать новое, знакомиться с интересными людьми. А можно перечеркнуть все возможности, отдав предпочтение затуманенному рассудку, минутному кайфу, ведущему к безысходности, безумию и тюрьме или больничной палате. К сожалению, в интернете с каждым днем все больше и больше появляется печальное известие о гибели подростков и молодых людей из-за употребления спайсов. Более подробно о проблеме употребления спайсов расскажет врач-педиатр Центральной районной больницы Инна Борисовна Турова. Спайсы убивают. Даже те, кто никогда не увлекался никакими психоактивными веществами, наверняка хорошо помнят дизайн упаковки курительной смеси спайс. Скандально известная безопасная травка сегодня запрещена на территории России, США и ряда других стран Евросоюза. Роспотребнадзор, например, приравнял ее к наркотикам. Как же так получилось, что курительная смесь, которая поначалу свободно продавалась в магазинах, вдруг стала очень опасной и, как оказалось, способна вызывать самую настоящую зависимость? В соответствии с описанием упаковки в состав курительной смеси спайс входит композиция из нескольких растений, среди которых есть обладающие психоактивным действием. В частности, это шалфьей, предсказатели, голубой лотос, гавайская роза. Уже позже, когда были проведены исследования, в прошке был обнаружен целый ряд конобиоидов, синтетических аналогов веществ, которые содержатся в конопле. Оказывается, производитель дополнительно наносил на травяную смесь синтетические психоактивные вещества, запрещенные на территории большинства развитых стран мира. Но почему же они не были выявлены сразу? Почему наркотик спайс свободно продавался под видом безобидного кайфа? Во-первых, синтетические вещества, которые были введены в состав курительной смеси, имели новую химическую формулу. О них попросту не знали. Для того, чтобы их запретить, надо было разработать новые документы и обновить официальные списки запрещенных веществ. Во-вторых, в качестве прикрытия выступали относительно безопасные психоактивные вещества, которые содержались в смеси трав. Поэтому и в голову никому не могло прийти, что в спайсе что-то еще есть. Но и безопасные растения в составе смеси, как оказалось в последствии, совсем не безопасны. И в-третьих, в составе смеси присутствуют балластные компоненты, которые затрудняют выявление наркотиков. Например, в качестве такого балласта использовался витамин Е. Признаки употребления спайса частично напоминают таковые прикурения, аноши. Возникают зрительные слуховые галлюцинации, при закрытых глазах пациент вид, различные яркие образы, слышат звуки и речь. У него нарушается сознание и мышление. Человек в состоянии наркотического опьянения после употребления спайса теряет связи с реальностью. Он перестает ощущать собственное тело, нередки в случае полной потери сознания. Он совершает неосознанные действия. Он может ходить кругами или по определенной траектории, натыкается на разные предметы. Наступает амназия. После того, как состояние опьянения проходит, человек не может вспомнить, что он сделал и что в это время происходило вокруг. Красные глаза – это также признак употребления спайса. Оставляя ситуацию без контроля, не вмешиваясь, вы рискуете, что уже в скором времени она разовьется и приведет к самым тяжелым последствиям. Спайс – это высокотоксичный и сильнодействующий наркотик. Последствия употребления спайса. Он также, как и конополя, не вызывает моментальной наркотической зависимости. Сначала формируется психическая зависимость. Во время употребления курительной смеси человек ощущает чувство эйфории, у него приподнято настроение, ему кажется, что его возможности практически безграничны. Со временем, при длительных перерывах между приемами остается депрессия, нервозность, сниженное настроение. Известны случаи физической зависимости от спайса с настоящими ломками, хотя и они встречаются реже, особенно при длительном употреблении больших дост. Спайс действует негативно практически на все органы системы. Он вызывает нарушения со стороны сердца и сосудов. Со временем развивается сердечная недостаточность. Нарушается функция кечения. Разрушаются клетки головного мозга. Нарушаются мышления и другие функции центральной нервной системы. Последствия курения спайса в виде физической зависимости дают возможность рассматривать эту курительную смесь в качестве наркотика. Избавление от такого пристрастия может стать очень долгой и сложной задачей. У подростков зависимость сформируется с большей вероятностью и быстрее, чем у взрослых. А ведь в свое время именно они были основными покупателями магазина, где продавались курительные смеси. Спайс – это высокотоксичный и сильнодействующий наркотик. Как понять, что человек употребляет спайс? Если пациент курит нерегулярно, принимает наркотик относительно редко и в небольших дозах, то узнать об этом очень сложно. Это можно сделать, либо обнаружив у него эту смесь, или после проведения специальных анализов. Также можно застать человека в состоянии наркотического опьянения. Можно проконтролировать сайты, которые посещает пациент. Часто спайсы продаются через интернет под ведом благовоний, приправ, солей, ароматических смесей и других. При формировании психической зависимости первым тревожным симптомом должна стать повышенная раздражительность и нервозность, которую раньше не отмечались, часто и депрессии. Зависимого выдают покраснившие, как будто после долгих бессонных ночей, глаза. При формировании физической зависимости нарушается мышление и интеллект. Длительный перерыв между приемами вызывает ломку с тяжелыми последствиями, сильной тошнотой, рвотой, бессонницей, отсутствием аппетита. Благоустройство. Весна полноценно вступила в свои права. В топе сезонных работ – уборка территории. Руководством района предпринимаются все необходимые меры, чтобы навести порядок в райцентре и сельских населенных пунктах. Так, работники коммунальной службы района активно принялись за благоустройство улиц в райцентре. Все мы хотим, чтобы наша земля стала более чистой, зеленой и уютной. А ведь для этого необходима не только активная работа коммунальной службы, но и в первую очередь наше с вами добросовестное, рачительное отношение к собственному дому, подъезду и улице. Спорт. 26 марта текущего года на базе детской и юношеской спортивной школы в рамках спартакиады отдела образования, спорта и туризма райисполкома прошел финал соревнований по волейболу среди учителей школ района. Как в любой спортивной борьбе победили самые сильные. Так, золотыми призерами стали учителя из средней школы номер один райцентра. Второе место за преподавательским составом из Бачейковской средней школы. Третью ступень пьедестала заняли наставники из Островинской детского сада средней школы. Все победители награждены грамотами и медалями. Минута рекламы. В жизни каждого из нас есть место радостным мгновением. Юбилеи, рождение детей, крестины, дни свадеб, годовщины бракосочетаний. Эти яркие моменты вместе с вами готовы разделить местные средства массовой информации. На страницах районной газеты «Заря» можно адресовать родным и близким самые теплые поздравления, красиво их оформить и украсить фотографии именинника. Газета и радио готовы поддержать вас и в трудную минуту, выразить соболезнования по случаю потери близкого человека, высказать слова благодарности щедрым сердцем людям. Мы с удовольствием расскажем о вашем частном деле, озвучим предложение по оказанию услуг, сообщим о купле, продаже квартир, машин и других товаров. Жизнь не стоит на месте. Местные средства массовой информации развиваются из года в год. Учитывая тот факт, что все больше людей предпочитают знакомиться с новостями региона в электронном виде, мы готовы и здесь разместить ваши рекламные материалы за небольшую плату. Мы рады также предложить вам свои услуги по изготовлению полиграфической продукции. В нашей типографии по вашим заказам изготовят качественно и в оптимальные сроки бланки, журналы, этикетки и другую полиграфическую продукцию по приемлемой цене. Наши услуги доступны для каждого. Расценки одни из самых низких. Заявки принимаются по телефону 4 11 09. На этом время передачи Бешенковичское районное радио подошло к концу. Наши контактные телефоны 4 17 73 4 11 09. А я желаю вам отменного здоровья, удачного дня и хорошего настроения. До встречи в следующем видео.